Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Начинаем урок русского языка в четвертом классе. Проверим самостоятельную работу, которую вы выполнили дома. Ваша задача заключалась в том, чтобы вы должны были слова распределить по лицам. Первое лицо местоимений, второе лицо и третье лицо. Первое лицо – меня, нам, мы, обо мне, мне. Второе лицо – вас, ты, тобой, вам. И третье лицо – ее, о нем, с ними, он, ему. Я надеюсь, что вы правильно справились с данным заданием. Запомните разряды местоимений. Личные, возвратные, вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, притяжательные, указательные и определительные. Вы запомнили, ребята? А теперь сядьте поудобнее, откройте тетради, и мы с вами напишем словарный диктант. Воробей, малина, пенал, ребенок, здравствуй, яблоня, ученик, директор, железо, железо, спасают. Давайте сверим с вами результаты. Молодцы! Вы должны самостоятельно поставить в словах ударение. Продолжаем дальше, ребята. Сегодня мы будем повторять тему глагол. Скажите, пожалуйста, на какие две группы делятся части речи? Правильно, части речи делятся на две группы. Они бывают самостоятельные и служебные. Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета и отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Глаголы также бывают возвратные. Возвратные глаголы обозначают действие, что действие переносится на само действующее лицо. Улыбает ся, умывает ся, построит ся, нестись, пройтись. Постфикс «ся» и «се» указывает на то, что глагол возвратный. Также вспомним, что глаголы делятся на два вида. Несовершенный вид и совершенный вид. Как они различаются? Нам поможет определить вид глагола вопрос. Если глагол отвечает на вопрос «что делать?», значит, это глагол несовершенного вида. Если глагол отвечает на вопрос «что сделать?», то этот глагол – совершенного вида. Глаголы несовершенного вида обозначают длительное совершающее в данный момент или повторяющее действие и отвечают на вопросы «что делать?». Что делать? Рисовать, петь, танцевать. Мы с вами на прошлых уроках знакомились с понятием спряжения. В русском языке два спряжения. К первому спряжению относятся глаголы с окончаниями «ешь», 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 «ед», «ед», «ем», 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 «ете», «ете», «ут», «ют». Ко второму спряжению «иш», «ид», «им», «ите», «ат», «ят». Также глаголы изменяются по числам и лицам. Я говорю, мы говорим. Второе лицо «ты», «вы», «ты говоришь», «вы говорите». И третье лицо «он», «она», «оно» говорит, они говорят. Давайте вспомним, какие глаголы относятся ко второму спряжению. Ко второму спряжению относятся глаголы с безударными личными окончаниями на «ить». Но есть исключения «брить», «стелить», «жиздиться». И семь глаголов на «едь» — это тоже глаголы-исключения. «Обидеть», «терпеть», «зависеть», «вертеть», «видеть», «смотреть», «ненавидеть». И четыре глагола на «ать». «Слышать», «гнать», «дышать», «держать». К первому спряжению относятся все остальные глаголы, оканчивающиеся на «едь», «ать», «ядь», «оть», «уть», «ыть». Например, «таять», «копать», «мокнуть». Ваша задача — списать глаголы и распределить их в три столбика. Глаголы первого лица, второго лица и третьего лица. Также вы должны указать число. Эту работу вы должны выполнить самостоятельно. Читаю, пишет, расцветет, любуюсь, радуешься, смеемся, спят. Ребята, учиться, бежим, рисуете, смотрю, любит, шьёшь. Ребята, давайте проверим, правильно ли вы выполнили данное задание. К первому лицу относятся глаголы «я читаю», «я любуюсь», «мы смеёмся», «мы бежим», «я смотрю». Ко второму лицу «ты радуешься», «вы рисуете», «ты шьёшь». Третье лицо «он пишет», «он расцветёт», «они спят», «он учится», «он любит». Молодцы, вы хорошо справились с данным заданием. Надеюсь, вы все эти правила запомнили. А теперь приготовьтесь записать задание для самостоятельной работы. Первое. Вы должны составить синквейн по теме глагол. И второе задание. Выполните упражнение 271 на странице 118. Урок подошел к концу. До новых встреч, дорогие ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова